здравствуйте всем это я ольга зелтоня в передаче между нами мастерами спасибо вам всем за то что вы мне пишите и задаете много вопросов но теперь к этим вопросам пожалуйста добавьте еще ваши пожелания какие передачи или чтобы вы хотели видеть в этом цикле между нами мастерами что продемонстрировать что показать про что рассказать спасибо огромное и так прошлой передаче мы посмотрели кто такой и что такое квигель и с чем его едят то есть мы ответили на вопрос что делать с такими ногтями когда уже на них ничего не держится как работать с ногтем чтобы никогда не было отслоения от свободного края ногтя мы также посмотрели моделирование ногтей капельный метод то есть укрепление натурального ногтя чтобы ногти становились прочными и в то же время сохраняли свою тонкость и изящность и так если вы еще не познакомились с этим продуктом я вам рекомендую посмотреть прошлую передачу и сделать выводы потому что этот продукт он практически заменяет любой продукт на вашем столе и отвечает практически на все вопросы позволяя вам работать быстро качественно прочно и легко и и сегодня в нашей передаче я вам буду демонстрировать как при помощи квик геля мы можем делать профилактику на длинных моделированных ногтях и так приступаем к работе у моей модели ногти моделированные длинные ногти при помощи квик геля большую часть профилактики я уже сделала а для демонстрации оставила два ноготочка и так первое с чего мы начинаем это дезинфицирование и следующее я беру кутикул римовер и разрыхляю размягчаю кутикулу и притиги которые на ноготочки этот кутикул римовер работает молниеносно и я сразу же могу отодвигать кутикулу видите все собирается в такую кашку и мне не надо волноваться что там остается что-то на поверхности ногтя следующий шаг при помощи фрезы я сниму цвет это мы можем делать смело а кстати говоря помните в прошлой передаче я вам рассказывала что что мы используем маскирующий цвет даже для френча чтобы наши ноготочки были выглядели натуральные и здесь как раз мы можем видеть вот насколько они уже отросли там натуральный ноготь здесь квик гелем домоделированный ноготочек и нет вот этого перехода остается такое чувство что это ее натуральные ногти аккуратненько быстро снимаем немножечко убирая длину работаем только по искусственной поверхности не заходя на натуральный ноготь то же самое с другим ноготочком и снимается все это их цвет совершенно легонечко быстро мы не боимся пилить или шлиф или запиливать фрезой как это я делаю сейчас и немножечко убираем длину поскольку у нас а ноготочек такой натуральной формы закругленной мандали видны то при снимании края ногтя нужно быть очень аккуратными чтобы ноготь при запиливании или пиление был именно таким отекаемым со всех сторон не было резкого перехода или резкого угла так дальше мы пилочкой это у меня специальная пилочка которая с одной стороны имеет бафик с другой стороны 100 180 240 грит поверхность это для работы на натуральном ногте я убираю еще маленькие остаточки цвета гели в то же самое время запиливаю натуральный ноготочек немножечко подвожу край ну вот таким образом мы сравняли все теперь еще проверю этот бобок аккуратненько запиливаем вот принципе и все ноготочек подготовлен зона кутикулы зачищена кутикул ремовером и с помощью этого пушера все 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 аккуратно и там ничего нет я могу совершенно не волноваться за сцепку с натуральным ногтем у меня до нанесения геля осталось в принципе два шага первый шаг это обезжиривание обезвоживание которое я буду использовать средства вайт of solution который является три в одном оно может быть использовано перед всей процедурой как дезинфекции рук клиента это может быть использовано или нужно использовать как жидкость для снятия липкого слоя и также как дехидратор обезвоживатель натуральной прост пластины ногтя перед нанесением материала это делается таким образом зачистили аккуратненько убираем всю пыль чтобы все было чистенько и аккуратненько и следующий шаг перед продуктом мы всегда наносим nice brilliant bond это сцепка без кислотный праймер на натуральный ноготочек и вот еще что к вам пришел клиент чужой клиент и он имеет отслоение в зоне кутикулы или между нами мастерами говоря карманы что делать в таком случае обычно если вы работаете с гелем то пиля этот карман он как бы двигается вперед все время все время вперед и остается это противная белая полоска которая как бы все время идет за вами впереди вас и в один какой-то момент вы понимаете придется все за спиливать на нет так вот теперь не придется все спиливать на нет потому что и средства который убирает эту противную белую полоску и это средство называется line out и как с ним работать я вам сейчас покажу у меня здесь карманов нет но надо пройти именно все эти шаги вот до этого места то есть зачистка обезвоживание обезжиривание или дехидрации и сцепка без кислотный праймер и потом допустим если бы у вас там были эти карманы то очень нежно в это место мы чик-чик добавляем просто касаемся кисточкой и line out он дает сцепку как бы старого продукта который мы имеем на ногте с натуральным ногтем полное запечатывание полное герметичное запечатывание никто никогда не догадается что там была полоска от этого кармана следующий шаг я беру билдер москве рбс то есть билдер это строительный и маскирующая база этот цвет продукта и просто совершенно легко кисточкой из бутылочки перекрываю весь ноготочек тоненьким слоем все бока все красивенько не дотрагиваясь до боковых валиков ноготочка и в данном случае если вы начинающий мастер то в этот момент отправьте его в лампу пожалуйста в лампу если вы имеете у себя лед лампу или комбинирую лампу увл лампу как моя то владе вы сушите 30 секунд если у вас увл лампа то этот продукт вы сушите 3 минуты время прошло я добавляю то есть выстраиваю форму добавляю отросший момент здесь не особо не надо было перепиливать стресс потому что стресс у нас был друг немножко смещен к зоне кутикулы первой вариации и вот таким образом мы достраиваем ноготочек этой же самой кисточкой нам не нужна некий специальная кисточка ничего очень продукт работает замечательно легко принципе вот мы достроили но пока я с вами разговариваю конечно это все садится поэтому перед перед тем как мы отправим руку в лампу я немножко переверну посмотрю как он себя ведет и отправляю в лампу на 30 секунд если вы работаете с прозрачным или моделировали ноготочки с прозрачным билдер квиком то в данном случае вы конечно же профилактику можете продолжать делать с прозрачным квиком а поскольку я моделировала москвы рбс то я также сама продолжаем москвы рбс и для чего я это делаю лишь только для того чтобы с другой стороны когда моя модель жестикулирует эти ногти казались не искусственными или моделированными а чисто натуральными из-за своей тонкости и из-за своего цвета время прошло пожалуйста мне руку вот наш ноготочек выстроен да вы даже можете посмотреть что он практически не нуждается в опиле хотя пилится этот гель очень замечательно у этого геля есть такое свойство что когда мы его выстраиваем вот такую композицию он становится твердым просто каменно твердым но в то же самое время не он не становится как стекло он сохраняет свою эластичность и поэтому работая с ним мы можем получить тоненькие ноготочки теперь мы снимаем липкий слой опять же вайпов несмотря на то что у меня здесь цветные квики и и цветные гель-лаки в принципе имеет три бутылочки на столе это бриллиант бонд это вайп офф и это один из квиков вы можете моделировать ногти после снятия липкого слоя у этого геля есть такое свойство у него блеск может пропадать на несколько секунд как бы до минуты но потом блеск опять возвращается и например если вам нужно было бы еще до корректировать или немножечко подпилить сам краешек ноготочка вы это просто можете сделать если у вас получалось так что вы можете работать без запила то именно на блеск вы можете покрывать гель-лак в данном случае геликс который является гель-лаком без топа без базы без липкого слоя а на моделированные ногти то есть ну вообще просто сразу на на ноготь с блеском потому что он дает сцепку блеск с блеском из-за того что он не имеет сам липкого слоя в данном случае это геликс номер 016 который мы покрываем ноготочек обратите внимание что цвет очень плотный геликс вообще имеет очень плотные цвета то есть эти тонким слоем уже сразу про плотно ложится никуда не стекает не скатывается не скукоживается не съезживается вот первый слой тоненький первый слой отправляем в лампу на 30 секунд лайнд лампа 3 минуты увы лампа время прошло пожалуйста руку видите совершенно все сухое имеет близк и я покрываю вторым слоем также тоненьким слоем то есть малый расход продукта и отправляем в лампу на 30 секунд лет 3 минуты увы время прошло клиент достает свою руку и вот мы имеем наш буквально чисто сухой ноготочек и чтобы завершить нашу процедуру профилактики мы наносим масло для кутикулы и втираем ну вот профилактика закончилась и вы могли видеть как это происходит быстро легко качественно прочно и еще например если ваш клиент по какой-то причине он хочет снять искусственное покрытие ногтей то снять мы можем или опиливанием или размачивая специальном средстве соков римовер который быстро размачивает данный продукт и также любые другие гель лаки и так практическая часть закончилась но у меня еще есть пару слов для вас я очень рада что в этой передаче я могла вам рассказать и показать работу с моим фаворитом который отвечает на все мои запросы и так у меня вопрос к вам каких целях используется line out пожалуйста пишите комментируете и один счастливый комментатор получит в подарок любой из квик гелий и так у меня все спасибо вам огромное за все ваши вопросы за все что вы мне писали и я прошу вас пишите мне дальше подписывайтесь комментируйте и так до следующих встреч